Немецкие СМИ сообщили о размещении российских ракетных комплексов «Искандер-М». Об этом пишет издание «Бильца» с ссылкой на некие секретные спутниковые снимки установок. По данным газеты, систему развернули в Калининградской области вдоль границ Латвии, Литвы и Эстонии. Их размещение якобы велось в течение года, при этом информация в прессе появилась только сейчас. Никаких официальных комментариев в Министерство обороны и иностранных дел, как России, так и европейских стран, пока не поступало. Ракетные комплексы «Искандер» российские власти рассматривают как один из сдерживающих факторов в связи с развертыванием европейской системы ПРО. В 2008 году Москва пообещала разместить «Искандеры» в Калининграде, если американские ракеты появятся в Польше. США тогда отказались от своих планов, но позже продолжили развивать систему. На этой неделе в послании Федеральному собранию Владимир Путин снова поднял тему ПРО в Европе и заявил, что она является вызовом России и угрозой безопасности нашей страны. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что система противоракетной обороны только по названию является оборонительной. Увеличение зарубежными странами потенциала стратегических высокоточных систем в неядерном исполнении в сочетании с наращиванием возможностей системы ПРО может свести на нет все ранее достигнутые договоренности в области ограничения и сокращения стратегических ядерных вооружений, привести к нарушению так называемого стратегического баланса сил. Мы это прекрасно понимаем и знаем в этой связи, что нам нужно делать. Ни у кого не должно быть иллюзии относительно возможности добиться военного превосходства над Россией. Мы этого никогда не допустим. Россия ответит на все эти вызовы и политические, и технологические. Весь необходимый потенциал у нас для этого есть. Наша военная доктрина и перспективные образцы вооружения, которые поступают и будут поступать в войска, позволяют нам безусловно обеспечить безопасность российского государства. Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» разработан Коломенским конструкторским бюро машиностроения. Впервые представлен в 1999 году. Поступил на вооружение в 2006. «Искандер» предназначен для уничтожения различных наземных целей, ракетных комплексов, дальнобойной артиллерии, объектов и систем противоракетной и противовоздушной обороны. Комплекс способен нести две ракеты на одной пусковой установке и поражать цели на дальности до 500 километров. Самоходная пусковая установка может развивать скорость до 70 километров в час. Запас хода – тысяча километров без дозаправки. Получение координат цели возможно в любой точке маршрута, как со спутника, так и по фотографии, сделанной разведчиком. Время развертывания в боевое положение – от двух до пяти минут. Продолжение следует...